Для меня все проходило как в тумане, я сама была как под наркозом, не могла двигаться, не могла ходить, у нее торчал язык, плакала за них. Не вставай, малыш. Водички чуть-чуть. Для меня это реально было очень тяжело. Вот так выглядит шовчик Юми. Привет, я Аня и ты на канале Magic Family. И кто следит за нашим ВКонтакте и Инстаграмом, знает, что у нас вот на днях было две операции. У Мишеньки и у Юми Чу. И вы в комментариях все просили снять об этом видео. Я до сих пор, если честно, нервничаю. У меня трясутся руки от одних воспоминаний об этом. Я очень сильно переживала за девчонок, но уже все прошло. И сегодня я хочу рассказать, как все это было, как все это выглядело, как все это происходило. А если ты впервые на канале, подписывайся, у нас очень много животных. И поехали. Если у вас по пути видео возникнут какие-то вопросы, или вы захотите поделиться своей историей операции своего питомца, или что-то спросить, или что-то сказать, то обязательно пишите в комментариях. Во-первых, я очень переживала. Меня реально тошнило. У меня тряслись руки. Я в любую секунду готова была просто расплакаться, хотя все вроде как бы шло хорошо, все было нормально. И вот по поводу Миши я как чувствовала и как знала, что нужно делать это, потому что выяснилось, что у нее ситуация была гораздо опаснее, чем у Юми. И очень хорошо, что мы вовремя все сделали. Если вы хотите отдельное видео еще и про операцию Миши, то ставьте лайк этому видео, и тогда я пойму, что вам это интересно, и обязательно сниму про операцию Миши. Ну, а у Юмички была операция на пупочную грыжу. Дело в том, что я обнаружила ее грыжу. Она у нее была врожденная, то есть с самого маленького детства, когда она еще была щеночком, и я обнаружила ее сразу же. Я обратилась к ветеринару, мы пообсуждали этот вопрос, и решили, что подождем какое-то время, до определенного возраста, чтобы убедиться, что грыжа не уйдет, потому что в некоторых случаях у щенков грыжа проходит. Врожденную и приобретенную грыжу достаточно легко заметить. На животике появляется такая небольшая припухлость, и размеры могут быть от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Опасность пупочной грыжи заключается в том, что ткани и органы, они могут выпасть в грыжевой мешок и там защемиться. Если в этом случае не сделать вовремя операцию, то последствия могут быть самыми серьезными. От нарушения нормальной работы органов до смерти собаки. То есть бывают случаи, когда грыжу можно не трогать всю жизнь собаки, а бывает, когда нужно сделать операцию. Поэтому обязательно обращайтесь к ветеринару, если вы обнаружите у щеночка почвную грыжу. В принципе, эта операция недолгая, несложная, то есть она достаточно легкая, и прошла она быстро. Но сам факт того, что Юме укололи наркоз, как она просто была в таком неадекватном, непонятном состоянии, и потом после операции отходила от наркоза, это, конечно же, любого хозяина очень пугает, и я очень за нее переживала. Хотя сама операция прошла быстро, и все было достаточно просто, потому что у Юме была небольшая грыжа, и нужно было просто ее подшить. Оперировала Юме наш опытный ветеринар, наша знакомая, очень хорошая. Она многим собакам помогла, нашей огромной в семье животных, и не только собакам, и котам, и вообще. И поэтому мы ей доверяем, мы знаем, что она профессионал своего дела. Для меня все проходило как в тумане. Я сама была как под наркозом, потому что я очень сильно нервничала. Я, конечно же, взяла камеру, постаралась что-то поснимать, потому что знала, что подписчикам будет важно посмотреть на это все своими глазами. Но большую часть времени я просто... У меня тряслись руки, и я была на грани на какой-то... Ну, все прошло успешно, у Юмичу все хорошо, и вот она отходила от наркоза достаточно долго. То есть вот операция закончилась, и Юме еще была под наркозом, в таком непонятном состоянии. Она практически не могла двигаться, не могла ходить, у нее торчал язык, она, конечно же, не вставала, хотя пыталась немножко встать. Юмичу еще спит вообще. В общем, сейчас будем следить за процессом и посмотрим, как че. Ну, будем ждать, когда Юмичка просыпаться начнет. И Миша уже... Миша уже очнулась, но она еще... вяленькая, она пыталась встать пару раз. Ну, еще такая, вялая. А Юми вообще спит. Вообще прям спит. И Эйвен, и Софи переживали вместе со мной, и поддерживали Мишу и Юми после операции, когда они отходили от наркоза. Но Эйвен, такой как настоящий мальчик, просто проверил девчонок, убедился, что все нормально, лег в свою лежанку рядом с ними, и стал ждать просто. А вот Софи очень нервничала. Всю ночь она со мной вместе сторожила Юми и Мишу, приходила в лежанки к ним, нюхала их, проверяла, и вот в такие моменты ты, наверное, реально веришь в любовь и в то, что они действительно как люди, и они чувствуют как мы. Я, если честно, даже не ожидала, что Софи будет так сильно переживать за Юми и Мишу. Она просто все время была рядом с ними, вместе со мной. Она реально как будто плакала за них. Все нормально, Софи, все хорошо. Она просто спит. Не плачь, она просто спит. Юми выходила из наркоза примерно, наверное, около полутора часов. Но ветеринар нам сказала, не надо ее специально будить, специально там ее трясти, просто проверять ее реакцию, что все хорошо, что она не спит, то есть она реагирует глазками, усиками, мордочкой, и как бы все нормально, то есть просто оставить ее в покое, дать ей отдохнуть. Тихо. Полежи, полежи еще, зайка. Не вставай, малышка. Вот так вот. Лежи, не можешь еще встать. Язычок уже засунула. Да, допки, мушечка. И я всю ночь сидела рядом с Юми и Мишей, постоянно их проверяла, все время находилась с ними, даже постелила там рядом с их лежанками себе постель. Водички чуть-чуть, язык уже засох совсем, да? Вот уже язычком с ювелем чуть-чуть. Вот тихо, тихо, сынка. Покемоша. Не ходи. Нельзя ходить. Вдруг упадешь или еще что-нибудь. Нельзя ходить. Для меня это реально было очень тяжело. То есть я старалась держать себя в руках. Я была на крайне на какой-то... Это было трудно прям, я честно скажу. Но я все-таки человек, который пережил очень много в жизни, и научилась просто держать себя в руках в таких подобных стрессовых, критических ситуациях. И тем более я прекрасно знаю, как тяжело в этот момент животным. И я не хотела передавать эту энергию негативную им, потому что я знаю, что они все вместе с нами чувствуют, ощущают. И если мы сильно переживаем, они тоже начинают переживать сильнее. Поэтому я старалась улыбаться, и все, чтобы прошло хорошо. Но, слава богу, все позади, позади, покемон. И ты продолжаешь кусать мой нос, да? Вот так выглядит шовчик Юмия спустя некоторое время после операции. Через недельку еще приедет ветеринар и будет снимать ей швы. И посмотрит, как у нее там все внутри зажило, и вообще все ли нормально. Она уже прыгает, играет, выполняет команды и вообще не реагирует на шрам. Прекрасно себя, по-моему, чувствует. И уже сразу на следующее утро, когда Юмия очнулась от наркоза, она побежала пить водички, попросила кушать, покушала хорошо. И когда я писала пост в ВКонтакте и Инстаграме с хэштегом Юми вперед, потому что она у нас такой энергичный покемон, который борется за свою жизнь, все очень поддержали. Все держали вместе со мной кулачки за Мишу и Юми. И я так рада, что у нас такие подписчики, которым важно, что происходит, которые хотят быть в курсе, которые поддерживают всегда. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. И я буду держать вас обязательно в курсе в социальных сетях, а также обязательно сниму видео по итогам, что, как, закончилось все это. Подписывайтесь на все наши каналы, на канал моих собак-блогеров Magic Pets, на этот канал, на мой канал Animagic. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!